Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем прямое включение интернет-портал радиоцентра Сангейт начинает свою работу. Сегодня воскресенье, 9 часов 13 минут в городе Чикаго, 7 утра, 7.13 в Калифорнии, Сан-Франциско и Лос-Анджелес на восточном побережье. В этот момент 11 часов утра, ну а в Москве 17 часов примерно 13 минут. И сегодня у нас живой эфир с выпускницей интегральной медицины. Есть такой институт, очень в Соединенных Штатах известный, но не очень популярный, скажем так, на других территориях. И сейчас Элла Арбит, я хочу ее поприветствовать. Здравствуйте, Элла. В этом я просто хочу наши координаты напомнить нашим радиослушателям, телезрителям, которые видят, все программы записываются, они выкладываются в YouTube и Facebook, поэтому вы их можете видеть воочию Эллу и задавать вопросы. Это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com, 847-226-9956, это наш телефон во время и после эфира. Ну и sungates108, sungates, солнечная ворота, на конце буква S, sungates108, это наш скайп. Вчера, в субботу, у нас была большая презентация в центре sungates, и тематика была достаточно необычная, тематика была здоровье и деньги. Вот на первый взгляд, какое отношение здоровье имеет к деньгам или деньги к здоровью, но оказывается имеет. Было два презентера, два выступающих, один из них ваш покорный слуга Майкл Мелехов, который является руководителем центра sungates и радио, и Элла Арбитт, вот, они уже выложены, кстати, на ютюбе, так что можно это посмотреть. Ну и сейчас мы начинаем нашу программу. Элла, скажите, что такое за аспирантура интегральной медицины? Это более духовный облик современного медика. Почему по судьбе я оказалась в месте, где я сочеталась с тем, что происходило в моей жизни, и что было непризнательно, послужило тем, что я захотела подвинуть все эти горькие опыты, которые я имела при... Это был незаслуженный какой-то урок, я бы почувствовала бы, если правильно говорить, так, как относились к моему мужу, который заболел буквально смертельно. Мы продержали его в несчастном состоянии энное количество лет до тех пор, пока Бог не пришел ко мне, пока Он объявил мне, что нельзя, Я, скромно говоря, не буду оговаривать то, что Бог поведал, а не очнулась. Я очнулась, но я уже очнувшись, поняла горькую истину, на которой я стояла как медик. Такое впечатление было, что судьба меня толкала два раза на этот путь. До того моя бабушка, которую я обожала, которая доверяла мне очень сильно, получилась одна смерть за другой. Мой любимый муж и моя бабушка, они как бы сделали из меня пророка. По сути дела, я практиковала, как меня учили, как было позволено, как достойно, но сердце мое не лежало ко всему, что происходило. После того, как Бог пришел, мои глаза открылись очень откровенно. Иногда сердцу нужны глаза, дорогие радиослушатели. Иногда взгляд на вещи, это очень полезная вещь. Вот почему я продолжаю по просьбе Бога приходить в это достойное и удобное для меня место, близко живу, где дорогие друзья Рита и Миша работают. И на слава Богу, на слава Богу их уважают наверху, там, где святой разум есть. Что же произошло? Я очнулась, смерть его была ударом, конечно, тяжелым по нашей семье, у нас двое взрослых детей. И грех был в том, что я, сочетаясь с своими мыслями, думала, что тужить нужно после смерти его. Бог прекратил мои страдания, я плакала ежедневно. После работы у меня был ритуал плакать. Я не могла совладеть с этим горем, потому что он ушел довольно рано. И он меня предупреждал. Самое интересное, что он был больше мистиком, чем я. Миша, он всегда говорил мне, это были, наверное, слова Бога через него, говорящие мне, аккуратно, я уйду рано, я знаю, что я уйду. Я смеялась, потому что ничего внутри, я была настолько спокойна. Бог меня держал в спокойном создании. Но он предупреждал, смотри, не делай глупостей, продолжай жить, умей жить. Гляди по сторонам, смотри, что происходит в жизни. Как бы настроил меня на более чисто общественный путь, скорее всего. Он чувствовал какую-то веру к этому пути. Что же получилось? Три месяца спустя Бог начал со мной работу, и высший разум пришел ко мне. Кроме Бога со мной. Бог овладел ситуацией. И пошел мой такой, можно сказать, даже тяжелый, протуренный немногими путь. Абсолютно немногими. Аспирантура. Я оказалась по чистому наитию тогда. Я еще просто приходил, давал указания и давал мне полную свободу и выбор. А я оказалась абсолютно там, где он хотел, чтобы я оказалась. Тоже было интересно. Тоже, что такое спонтанное. Я изучала всю свою жизнь, между прочим. Всегда интересовалась этими моментами. Что такое спонтанное исцеление меня. Очень интересовало. Он благотворил меня за это. Отец, Всевышний нас. Он любил все мои порывы души, потому что это душа хотела. Эта человеческая натура требовала большего, чем сердце медика. Или суть, которой я училась в аспирантуру, где бы это ни было. Принцип какой? Я пришла сегодня говорить о веских вещах. Бог мне дал тематику. Но это имеет какое-то отношение, простите, к интегральной медицине, выпускницей которой вы являетесь? Или это, в общем-то, как-то комбинация? Я-то знаю, мы с вами знакомы очень давно. И я знаю, что вы, собственно говоря, не сами как-то придумываете, как многие говорят, или там начитались какие-то книги, или просто через себя пропустили. А вашими, так сказать, устами глаголят истина в качестве Всевышнего. Я правильно понимаю? Боже мой, мне нельзя было наоборот, да, мне нельзя было читать ничего. Это было указанием Бога. Это веский приказ был. Но я никогда не пыталась ослушаться. И верность моя была, видно, закодирована до того, как я пришла. Мне нельзя было читать ничего абсолютно. Бог шел со мной по жизни, держа меня за руку, за душу, если я не могла дышать спокойно. Он творил за меня, где я не могла. Но этих условий было очень мало, потому что от меня требовалось. Я пришла владычить. То есть я не знала, кем я пришла быть. Я шла нежно. Вот почему-то я вдруг выбрала нежный путь. После того он выбрал еще остальные пути для меня. Я шла по многим путям. Я изучала вдоль, поперек все, что нужно было создания. То есть создание нигде не описано в таком смысле. Я первопроходец, потому что Бог через меня иногда встревает и говорит. Что правильно? Правильно ничего. Правильно, как мы созданы им. То есть исцеление, независимость от чего-то. Правильный выход для каждого человека на тот эфир, где он должен с ним говорить. О чем? О том, что они говорят. Что предано? Да, ну, если мы обозначили в анонсе на Фейсбуке о том, что программа называется «Конверт Безмарки». Это Божьи слова. Он заказал эту музыку. Да, естественно, да. Ну, не вы придумали, не я придумал. А это пришло, как у нас обычно приходят, или какие-то видения, или какие-то образы, или какой-то разговор. Ну, многие читали Джан Уэлш, это разговор с Богом, «Конверсейшн с Богом». Между прочим, я могу остановиться на секундочку. У меня есть на эту тему разговор тоже. Это он говорит со своим Богом, он не говорит с Творцом. Он говорит с Богом внутри себя. Я спросила отца, потому что у меня закрали сомнения. И он мне объявил, он не имеет права на Бога Творца. Ну, тут, мне кажется, дело даже не в этом, потому что сегодня мир, к сожалению, очень разнороден. То есть, у всех своя какая-то религия, у всех своя какая-то конфессия, есть Бог в разных верах. Мы сейчас это, давайте, не будем говорить. У каждого есть, скажем там, свой Бог. И давайте мы ближе вернемся к теме нашей программы. Вот «Конверт без марки». Ну, вот как я это вижу, чисто вот как психологически, я много лет занимаюсь психологией, «Конверт без марки», он никуда ведь не идет. Если мы сразу «Конверт и марка», это сразу приходит на ум о том, что это где-то вот связано с почтой. Куда-то что-то отправляется. Не падает. Если мы отправим, да, если мы отправим «Конверт», и там марку не приклеим, раньше марок-то как бы не было, там адрес был, ну вот в нашем мире сейчас все, понимаете, это все бизнес, поэтому марку надо купить, наклеить, и тогда он, ну, будем считать, дойдет до адресата. Но если марку не приклеить, он точно не дойдет. Что вы имеете в виду под этим вот «Абревиэйшен» или под этим «Конверт без марки»? Вот что имеете в виду? Это недалекий смысл. Это медицина, это наша жизнь. Окей, нам не хватит передачи. Но вы увидели абсолютно правильную мистическую основу. Бог мне сказал такую вещь, и спасибо, что вы начали на этом фоне, а я буду говорить на фоне. Мы пришли не в медицине быть, мы пришли в жизни быть. А медицина – это лишь аспект нашей жизни. Жизнь, если от Бога целит себя, не ценит себя со стороны диагностики или еще чего-то, мы, милые дети, я фактически не болею, я не принимаю ничего, абсолютно ничего. Лекарства имеете в виду? По поводу интеграционной медицины, я заплатила очень много денег, была такой хорошей упорной студенткой, Бог меня не трогал эти годы, так, поддерживала на другом уровне. Он целил все мои значительные моменты, где я должна была изучать рейки. Абсолютно все я коснулась, что не было в программе интеграционной медицины. Ну, все то, что связано с энергиями, правильно? Он мне дал волю, очень smart he is, I love you, папа. Волю, потому что принципа нету в жизни сейчас у многих, как вы говорите, у каждого свое. А я объясню, почему. Потому что очень много воли было в 19, в 20 веке было, в 19, 20 был тоже непокорный век. Сейчас 21 век. К чему мы идем? Не быть болезненными детьми его, хотеть жить хорошо и радостно. Это моя основа, на которой я стою с ним. Для чего? Для любви. Мы приходим любить. Я опять хочу цельно напомнить нам, почему мы здесь не страдать и не стараться находить то, чего не нужно находить. Он есть. Он владеет этим всем. Как он владеет? Не отказываясь от того, что мы хотим. А что мы хотим, мы должны хотеть. Это любить. Любить он меня учил. Я ахнула. Честно говоря, я была мирным, хорошим, добрым, естественно, человеком. Но любить, я не понимала себя любить, вообще не существовало. В каком плане? Я доверяла всему, чему я нутром брала, а мое нутро не было правильно. Нутро — это sacred. Это настолько легко теперь, это настолько внимательно к себе, это настолько цельно, и это целит. Оттуда начало всех болячек. То есть многие живут в парниковом эффекте таблеток. Оно даёт, но оно не исчисляет здоровью. Оно снимает, но не отдаётся. Оно внимательно, но оно недоходчиво. Вот недоходчиво — это без марки. Оно не дойдёт по адресу. Так что под вашему надо всё-таки делать, чтобы этот конверт дошёл до адресата? Я не буду говорить, кому что. Что мне дали. Я буду только о себе говорить. И я не буду влиять, потому что влиять — это не полезный труд. Это то, что я как медик делала, я влияла своим экспертным глазом, я говорила, что правильно. А оно оказалось просто вольно, если вы спросите Бога. Оно открывает неправильные двери. Мне дали возможность изучать квантум. Квантум — это забота о нас, с той стороны, где мы абсолютно ничего не понимаем. А это то правильное, что можно уже даже медикам давать. То чего не хватает? Квантум тач, да? То, что я... Этого ещё измерения нет, о том, о чём я знаю, ещё неизмеримо, потому что его не знают. Это воля Бога, что я пока молчала. Но открывала тайну закрытых дверей. Что же за тем миракл, что мы не понимаем? Есть. Но есть принципиальные моменты, чем я овладела. Я овладела геномом, я овладела специальностью, как бы он сказал, о котором Квантума называется self-healing. В его глазах. Я шла по пути, он мне каждый раз открывал новые методы. Но после этого он стирал их, он говорил, уже неэффективно, ты уже успела дойти до чего-то другого. А Даш это... Я мельком смотрела, он говорил, ну а как же нет? Уже с другой стороны стояла clear consciousness, которая говорила, ой, yes, Адаш. Clear consciousness, откуда я пришла, почему мне это позволено? Я пришла... Давайте я переведу всё-таки, мы на русском говорим, это ясное сознание. Чистое ясное сознание, да. Даже не ясное, ясное это другое. Вы увидели другой мой облик. Ясное... Прямой перевод. Подожди, да-да-да, ясное это душа, а это путь к исцелению. Я благодарю вас. Вот вы выступили как пророк, вы не знали ничего, но сказали значительную вещь. Насколько это просто было, вас любят сверху, вам сказали уже. И вы даже не медик. Элла, да, всё может быть и так. У меня к вам другой вопрос. Вы владыка, вы овладели информацией, владыкам обязаны. Ну, послушайте, не все, так сказать, в теме. И вот те люди, которые, вот, так сказать, только вот начали заниматься исследованием самих себя и что мы из себя, и кто мы из себя представляем, кого мы представляем и так далее, они, можно сказать, должны идти сначала начинать. И вот если для вас, вы сейчас говорите, как вам это было дано. Я могу объяснить. А как простому человеку? Я объясню. Человеку из народа, так скажем. Из народа, окей. Я верю в 21 веке, слушайте меня. В 20 живут очень много владык, которые не понимают, что это за долг перед собой и другими. Творение, Гиппократ тоже был творцом. Творить можно по-разному. Это повод для очень глубоких тематик, которые я могу начинать открывать. Вот я слышу слова Творца нашего, это долг перед народом, я знаю свой долг. Это моя highest purpose. Творение. Высшая цель. Высшая цель. Творение – это моя любовь. Творить тепло, хорошо и уютно в правильном смысле. Но мне пришлось уйти из медицины, я вам скажу честно. Мне пришлось, я не хотела. Я не ожидала, что это будет так любовно, после того, как я решу сама за себя. А скажите, простите, я вас перебью, а совмещать медицину и сознание, чистое ясное сознание, нельзя? Недобрый дух у медицины. То, что творится, это от Духа, это от Души на сегодня. Я не говорю, я не буду оговариваться, не буду говорить, бросайте никогда. Бросайте на что? Вот к этому нужно подвести. Душа – целитель. Ну, то есть у вас был путь обозначенный, вам этот путь открыли, и поэтому вы для себя решили именно так. Я просто… Я не могла отойти, если я пошла с Богом на работу, Богу не крутят мозги. Но вы не будете рекомендовать всем остальным людям, которые связаны с медициной. Не буду, не буду звать даже. То есть у них своя дорога, правильно? У них своё понимание. Абсолютно. И какие-то этапы, правильно? Да, грех можно творить. Абсолютно всё позволено. На этом земном пути есть всё. Но дорогам закон тоже не писан, правда, Миша? Я не буду наивна и не буду притворяться, что наивность – это порог. Это правда. Наивность – это порог. Мир у нас дуальный, и на самом деле есть люди, которые понимают высшие цели и понимают, что, в общем-то, временно оно временно, а постоянно это то, что находится и то, что не измеряется нашими материальными приборами и так далее. То есть вот вчера как раз на презентации об этом и шла речь, и даже я об этом говорил на другом уровне, конечно, с вами, но я как-то через себя это всё пропускаю. Примерно том же, алгоритмы жизни, вы говорили, алгоритмы стак-маркета, а это всё созвучно. Нет, дело даже не в стак-маркете, просто существует три единства, это мы знаем, это тело-дух-душа или тело-ум-душа, и как-то к высшему надо дойти, с низшего начинаем, мы же не скачем в 7 лет, 10 лет идём, кто-то может есть, но таких мало, конечно, прыгает в халыч сразу. То есть они как-то идут поэтапно, идут и изучают это всё поэтапно, поэтому от тела надо перейти ещё к энергиям, к пониманию того, к мыслям, которые как раз-таки делают человека здоровыми, об этом мы говорили совсем недавно с Ольгой Виктором. Очень осторожно. Но если мы говорим о духовности, body, mind, spirit, если мы говорим о spirit, о духовности, так это вообще высшая академия какая-то, поэтому надо идти потихонечку, постепенно. Но я полагаю так, что вы через себя вот это, все эти этапы уже для себя прошли, и поэтому вы обучаете людей. Много раз, и даже с учениками, да, и с учениками тоже. Ну, а мы вокруг, так сказать, соответствуем, помогаем, правильно? Поэтому вчера как раз презентация была, начал её я, так скажем, на таком простеньком материальном уровне, как всё-таки зарабатывать деньги, да? А это непростой уровень. А почему Бог доволен, мы этим занимаемся? И ко мне начала сразу приходить квантовая поддержка в виде теории, очень значительной теории, которую никто не мог взять до сих пор. Она буквально начала у меня стучаться в двери. Вот вчера. Награду за наш спокойный нрав, вот отец будет говорить, за нашу достойную ответственность. Он просил не закрывать двери и открыть пошире, понимая, что это долг буквально перед обществом. А общество должно быть спокойным, Бог просит покоя. Я как пророк могу сказать, что и почему это происходит, будут перемены. И он готовит аккуратненько нас к тому, что когда откроются ворота чего-то другого, то люди смогут найти помощь. И это то, что не спеша, но достойно мы начинаем поход вперёд. Я достоверно скажу, что мне, как владыке, было полезно иметь образование, понимать, откуда что приходит. Иначе, представляете, я могла стоять на своих ногах с достоинством. Бог любит своих детей достойными. Деньги — это манифестация у Бога. Я как учитель, я училась, я учитель Талмуда, я учила, моя жизнь протекала вначале по-талмудски. Я выходила из гривень прасос, из этого горя, несчастья, ничтожного конца моего мужа в роли умной женщины. Да не имеет значения, кто я по специальности, меня вели по женскому пути. То есть Бог говорит, в награду на то, что ты специалист. Он мне дал дополнительные знания, может быть, они каким-то уроком оказались. Но я так расширила свой кругозор, дошла до Вангова, сейчас стоит надо мной и говорит, счастье ты моё, насколько я даже не буду объяснять, они радуются мне каждый день. Я очень спокойно, откровенно, что очень важно для квантума. В квантуме можно запутаться очень легко, откровенно, не тщеславно, там нельзя быть тщеславной. Иду, открывай такие величины. У меня просьба к вам, вот нас слушают люди, достаточно много людей, по радио, и буду слушать ещё, естественно, через другие социальные сети. Объясняйте всё-таки, что такое квантум? Это чистая часть вселенной, где Бог работает. Меня как чистого человека, Бог меня любит, как дочку, как девочку свою, не пускают там, где ничтожно. я имела облик той, которая могла пойти там, чтобы чувствовать, откуда человек произошёл, просто чувство, одно чувство, чтобы мне дать, он мне должен был уговаривать. Я говорю, папа, я туда не иду. Он говорит, со мной, тихонько, мелкими шажками. И он мне показал, между прочим, говорит, и он говорит, ад, есть. Ну понятно. И он мне показал. Или костикс есть. Ну-ну-ну, я даже боюсь, это некрасиво, особенно в воскресенье, когда я восхищаюсь только здоровьем. Но брифлы я хочу, потому что нельзя быть наивными, особенно в возрасте 21 века, я уже не говорю, сколько нам лет. Наши 20-летние сейчас умнее наших, 60-летних. А так оно и должно быть? Так что давайте не будем говорить, да-да-да-да, ну-ну-ну, это особые дети. Он мне сказал, и каждый раз он подходит, говорит, вот этого я никогда бы не хотел. Но я считалась вот с чем. Во-первых, по причине отец должен был меня привести. По какой? Мы аккуратно вышли, и он сказал, никогда нашей ноги там не будет. Но я должна была почувствовать разницу, неравенство с тем несчастным этим есть там. В конце жизни я буду об этом говорить. Когда я научу уже всех добру, это не сентиментальная часть пути, но люди обязаны знать, почему нельзя возвращаться неполноценными наверх. То есть искусство жизни не ограничено. Искусственно можно потеряться, то есть via medications, via wrong path, false prophecy. Ой, легко. По-русски, если можно. Переведите, пожалуйста. Я застряла уже. Потому что, в принципе, я не должна даже на эту тему говорить. Ну, тогда давайте не будем говорить на эту тему, если вы не должны. Возьмемся за нашу тему. Давайте мы начнем или будем дальше идти по обычному пути, как люди привыкли идти. А высшая материя, еще раз, надо пройти эти три школы, как в Соединенных Штатах есть нижняя, средняя, высшая. Дальше у нас есть калыч, а дальше у нас есть академия. Так вот, вы сейчас говорите об академии, об общении с высшими силами, о духах. И это достаточно, во-первых, это очень такая sensitive, это очень чувствительная такая тема, она неоднозначная тема. И кто-то послушает и скажет, ну, чушь какая-то, ну, не всех должны же верить. У нас же в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе все были как бы атеистами, поэтому сейчас сложно перейти. Но 21 век на дворе, и дети у нас действительно умнее, чем мы с каждым новым поколением. Дети Индиго, кристаллические дети. Мы с ними не умеем общаться, кстати, с детьми. Мы обязаны уметь. Мы обязаны. Иначе несчастье очень будет. Критическая мысль, ребята. Слушайте, мы обязаны уметь. Я могу говорить профессионально на эту тему. Я извиняюсь. Я улыбалась внутри, я слушала вас как пророк, я слушаю через сердце, но у меня сейчас жар, тепла, Бог включил мою душу. И тут же стоит, вот вы говорите, я слушаю вас, и он мне как к душе говорит, это был долг перед тобой, ты должна была сказать, ты обязана была сказать, я люблю тебя, душа. Вот он мне сейчас стоит и уговаривает мою душу. Это не специально так нужно. Это Отец Всевышний говорит. Я чувствую сейчас его omnipresence, где он стоит во всем облике моем и вокруг меня. Вы знаете, Элла, на самом деле вы правы. Вот скажем так, все мы учились где-то, правильно? В школах мы учились. И были разные методики обучения. Вот мне как-то чисто инстинктивно и чисто психологически, много лет занимаясь этими вещами, мне по душе была другая методика. То есть вот как происходит в школе. Стоит учитель, дает какой-то класс, а дальше дает учебники, и дети, они вот проходят то, что он говорил. Но есть другая методика, когда мы идем вперед, когда на занятии идет, обсуждается тема и начинается говорить о теме, которая будет на следующем занятии. То есть как бы человека, ну существует у нас, не одна память у нас существует, внутренняя. И когда вы вот сейчас сказали о том, что надо было об этом сказать, то это не значит, что мы перескочили куда-то в другое измерение и в другую, и с низшей школой перешли в какую-то академию. Нет. Но когда мы к этому подойдем, тогда у нас всплывет эта бессознательная память, ну не буду сейчас термины эти технические говорить, оно у нас оседает. Поэтому, скажем, когда я со своими учениками веду, вот буквально через 15 минут начинается у меня урок по стак-маркету, по бирже, и я на каждом уроке пытаюсь перейти к практической, то есть я теория теорией, а практика, как говорил Райкин, давайте забудем все то, что мы изучали в институте определенного производства. Обязательно. Поэтому мы должны об этом говорить, и это очень правильно, как мне кажется. Мы не будем сейчас углубляться, конечно, в детали, но мы должны понимать о том, что все-таки мы, тело, это временное явление, ну а душа, она остается. Поэтому самое главное. Я могу объяснить, почему он сейчас это сделал. Во-первых, у меня очень дорогая душа, и она противилась тому, что я говорила. Он увидел этот момент. Почему? Окей, с целительной стороны, я скажу, все-таки, пророк пророком, пророчество пророчеством, и я не буду углубляться в пророчество. Но моя душа очень круглая, она выраженная, она не угловатая. Уцелителя, у которого круглая душа, это всемирно известный и душевный, и духовный. Потом дух восполняет очень мало что. То есть ошибок мало. Если душа правит тобой, ты очень правильный владыка, ты учитель, ты цельный человек. То есть он был обязан, я не требовала от него. Если требовала, то я не была виновата, если я требовала от него. Он был обязан дать не духу, вы заметили? Потому что я в духе говорила, он дал душе. Это настоящий отец. Он крепкий во мне, он не отдаст меня. Почему? Если душа и дух уже сопротивлялись, я прошу обратить внимание на это. Моя душа говорила духу, прекрати, не говори. Я чувствовала, но дух почему-то сопротивлялся, хотела говорить. Потому что в духе, я святостью занимаюсь тоже, я хотела отдаться в духе, людям и рассказать. Он держит мою душу крепенько и говорит, ну, солнышко мое, извини, так нужно было, но потерпи тихонечко, я сейчас тебе дам все твоей душе. И я начала пылать. Все коды, которые у меня поменялись от добра на злобе говорила, уже стали на свое место, где эти коды стоят. В цельности моей. То есть у меня всегда тепло, здоровье и любовь. Я закодирована на любовь. Я владею кодом очень целительным. Power of love. На днях Бог пришел, название моей компании, я не виновата, я сейчас расскажу. Divine Support LLC. И я в восторге написала даже на своей фейсбук-странице. Теперь компания Divine Support LLC владеет кодом Power of Love. Самошедший красивый код. Ну, совершенно замечательно. Power of life, это... Love, love. Power of love, да. Это, скажем, любовь, мощность любви, да, сила любви. Ответственная такая. Хорошая, которая целит. Элла, к сожалению, наша программа с вами можно говорить долго. Можно, я бы так сказал, бесконечно. Эта тема действительно нескончаема. К сожалению, у нас есть еще другие программы и время в эфире у нас ограничено. Давайте мы сделаем вот как. Ну, если вернуться к теме нашей программы, которая так, названию, точнее, программы, которая называется Convert без марки. Ну, как мы уже знаем, без марки конверт никуда не пойдет. Но пустым отправлять даже с маркой тоже нет смысла, правильно? Давайте мы в этот конверт положим такую, как бы, звуковую открыточку. И вы сейчас озвучите буквально там пару минут обращения к нашим радиослушателям, к тем, кто будут нас видеть на YouTube, на Facebook, поскольку эта программа записывается в видеоформате. Ну, и как вы считаете всем нам, детям, 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 понятно, кого детям, да? Мы все дети. надо себя вести, чтобы соответствовать нашему, так скажем, предназначению. Что я могу сказать? Мы пришли уже запрограммированно. Вы сейчас озвучиваете вот эту вот открытку звуковую, дорогие наши и так далее. Я чувствую сердце, что он требует от меня сказать. Белый конверт, это мы святые, мы приходим святыми, мы приходим на жизнь очень красивую. В духе мы иногда теряемся и начинаются окраски этих конвертов. Белый, черный, обычно мы пишем черным, да? Кто-то синим, это вообще, я не занимаюсь сейчас цензурой. У нас вложено в наши конверты, наши конверты не пустые. Конверт это типа матрицы. А дальше этот конверт может быть значительным и не трогайте его. Вот оставьте все заклеено, то, что Бог вложил в этот конверт, уже все записи. Дайте только марку, вот он просит от медиков даже сегодня, от самоисцелителей. Просто положите марку. Что ж такое марка? Достойно. Каждая марка имеет цену. Достаточно тепла. Если у нас будет достаточно тепла, которая идет от сердца, почему мы болеем? Не хватает сердечности, не хватает это все. Дайте себе эту сердечность, эту марку, она дойдет к нему, он знает нас всех и он уверен, он сможет помочь. Как? В будущем. Ну, хорошо, хорошо, спасибо. Это правильно, абсолютно. Дело в том, что мы ведем на радио центра Сангейт, мы ведем достаточно много программ, и вот, кстати, в понедельник будет программа у нас по поводу йоги. Йога – это не просто асаны, это образ жизни, и это путь нашего правильного мышления. И у нас находится в центре, вот там в области примерно сердца, находится чакра, которая называется анахата. Это сердечная чакра. К сожалению, она часто бывает закрыта, и люди не знают, как дать энергию любви, принести энергию, потому что вот эта энергия любви этой чакры, поэтому она сердечная, а сердце это как бы проекция нашей, можно сказать, души, которая не имеет никаких материальных желаний. Орган любви, папа сейчас сказал, орган любви. Абсолютно правильно, орган любви, там есть только одно желание любить, и эта любовь не обязательно должна быть плотская, скорее всего, нет, это любовь к нашему творцу, это любовь к другой душе, и таким образом вот надо вот это все понимать, и надо, хотелось бы этому соответствовать. Элла, большое вам спасибо, как всегда, очень рад встрече с вами, очень рад вас видеть в нашей студии, интернет-портала радиоцентра Сангейтс, ну и дорогие друзья, обращаюсь к вам, спасибо, что вы были с нами, и если у вас есть желание пообщаться, то вы можете пообщаться на тройной W sungates radio.com, оставить свои комментарии, ну или, допустим, набрать sungates 108, сейчас все больше и больше людей как бы запрашивает такой контакт, и потому что там можно поговорить о многих вещах, и в том числе о нашем предназначении, ну я не понаслышке знаю, я лично как раз-таки очень многие обращаются, все-таки нумерология, коим представителем я, будем так говорить, являюсь, говорит о том, каково наше предназначение, ну в грубом приближении. Спасибо большое, Элла. Тепла, здоровья, любви, радости, всего самого ценного. Дорогие друзья, с вами был Майкл Мелехов, интернет-портал радиоцентра Сангейтс, ну и следите за нашими анонсами и на фейсбуке наберите sungaysradio.com точка ком, то есть не на точка ком, просто sungaysradio по английски надо будет написать и вы придете как раз на страницу, где в общем-то все по-русски и там все программы наши выложены, которые записывались или в студии, или на интернете по скайпу. Всего доброго, до свидания. До свидания. Чисто.